всем привет это тэш и сегодня у меня на канале был так раз под процесс раскрашивания старого старого випа который у меня лежал аж с 2018 года я буду говорить на довольно интересную и всегда актуальную тему тема будет называться боюсь испортить это что-то типа страха чистого листа только мы будем говорить об этом в рамках нашего хобби раскрашивания сначала скажу немножко о работе которую буду раскрашивать сегодня это рыбка из раскраски затерянный океан джоанны басфорд я 2018 году раскрашивала с этого разворота медузу левую сторону и решила раскрашивать рыбку в том же ну не сказать в том же стиле но хотя бы фон также сделать чтобы они смотрелись более менее гармонично друг с другом и с 2018 года эта рыбка у меня зависла фон я сделала поставили точно так же как медузе кстати видео с раскрашиванием медуза есть у меня на канале ссылка как обычно будет в описании к видео и сама рыбка осталась у меня не раскрашенная только фон у нее был сделан и вот она у меня три года лежала вылеживалась не знаю что она ждала но таки дождалась и в августе 2021 года я с ней раскриталась но видео называется боюсь испортить и как раз вот эту картинку я в процессе испортила причем как ни странно дважды на второй раз я даже не заметила как мне это получилось но вы увидите в процессе я оставила грязной рукой я испачкалась в краске я оставил отпечаток краски прямо на картинке на самом видном месте я его сразу сотру конечно салфеточкой но мне потом придется маскировать и под самый 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 конец уже ну я ночью раскрашивал наверное поэтому я уже была невнимательная и не заметила под самый конец когда уже все я работу полностью выполнила и закрыла книжку убрала ее шкаф я видимо в этот самый момент тоже опять таки как-то испачкала страницу в общем она мне немножечко осталась испачканная я уже не стала ее маскировать как-то там тереть потом уже когда увидела что она все-таки попачкалась еще раз думаю да ну уже нафиг значит судьба у нее такая в общем отпустила я эту рыбку свободное плавание ничего страшного что чумазая раскрашиваю я ее как видите маркерами поско это маркеры я до сих пор до конца не знаю как они правильно называются акриловые не акриловые мне сейчас на не особо даже это важно в общем цветные маркеры поско с блестками это называется поско глиттер обзор на эти маркеры у меня тоже есть на канале как обычно ссылку я оставлю в описании в данной работе я буду эти маркеры смешивать друг с другом в сухом нанесении то есть именно самими грифелями самими фломастерами смешивать цвета и также я буду их размывать водой после чего буду какие-то акценты расставлять уже белым маркером поско ну что ж я рассказала про саму иллюстрацию теперь уже приступим непосредственно к нашей беседе это видео наверное надо назвать коллаборация или не знаю может быть парное видео может быть к нам еще кто-то присоединится в общем первоначальная идея возникла у дитера хайдзунга снять такое видео но мы с ним договорились записать разговор свободной манере на эту тему развить самостоятельно независимо друг от друга ну и соответственно выложить наверное примерно в одно и то же время поэтому ссылка на видео дитера на эту же тему будет в описании к этому ролику если у кого-то из раскрашивательных блогеров также возникли свои идеи свои мысли на эту тему то с удовольствием приглашаю присоединиться к беседе запишите пожалуйста тоже какое-то видео или хотя бы аудио будет довольно интересно послушать что у вас есть добавить по данному вопросу вообще тема боюсь испортить это такая извечная проблема она не только у колористов естественно встречается это страх чистого листа он у всех творческих людей и у писателей и художников и наверное у музыкантов у всех кто что-то творит кто что-то сочиняет неважно как оно выглядит или звучит даже у любого специалиста которому например требуется написать статью по своей профессии тоже бывало нечто похожее не то чтобы страх чистого листа а такой некоторый ступор в который человек впадает потому что не знает с чего начать как подступиться к тому что ему нужно сейчас сотворить и в общем то чувствуете возможно каждому когда-то были знакомы такое чувство возникает по нескольким причинам и чаще всего это либо нехватка информации по теме которую нужно осветить по которой нужно сотворить нечто новое до либо нехватка уверенности в себе но как бы это там грубо или обидно не звучало но тем не менее смысл такой либо же сочетание этих двух причин и это абсолютно нормально и между прочим довольно несложно преодолевается хочу в качестве эпиграфа или чего-то подобного привести цитату ее авторство приписывается чингисхану и звучит она так боишься не делай делаешь не бойся а сделал не сожалей и эта цитата очень четко очень точно описывает как раз все моменты все стороны наших страхов особенно вот этого страха перед началом и если эту цитату просто держать в голове и время от времени вспоминать обращаться к ней то на самом деле она поможет преодолеть этот страх потому что осознание вот этих слов она действительно но не то чтобы вдохновлять она помогает немножечко расставить собственные приоритеты у себя в голове потому что если не торопиться и по порядку разложить свои страхи сомнения попытаться взвесить что все-таки важнее что все-таки тяжелее твой страх или твое желание сделать то в принципе вот такая вот раскладка она помогает потом решиться либо делать либо отступить не делать добавление насчет а сделано мне сожалей это тоже очень полезные слова потому что они как раз напоминают об оплате за наш труд который даже если кажется нам неудачным но все-таки мы помним что мы получили опыт как бы банально эта фраза не звучало но это действительно так ведь опыт это не только то что мы что-то сделали и забыли если это неудачный опыт а если удачный то сделали и будем вспоминать время от времени на самом деле нет опыт это ситуация которая может повториться в будущем и в будущем вы уже будете знать как с ней поступить вы уже будете знать какое вам решение принять и более-менее уже сможете прогнозировать результаты ну конечно это очень общие слова и какие-то конкретные ситуации конечно нужно рассматривать более подробно так вот сейчас мы более подробно и рассмотрим нашу ситуацию с колористикой боязнь чистого листа скорее понятие для художников и тем не менее колористы испытывают нечто подобное перед началом новой раскраски или нового новой иллюстрации которую хотят раскрасить и вот здесь в этот момент очень важно взвесить свои приоритеты чего человек хочет если человек хочет просто иметь книжку у себя в коллекции ведь среди нас довольно много коллекционеров которые могут покупать раскраски в качестве артбуков и в этом тоже ничего плохого нет это тоже определенный вид хобби это коллекционирование поэтому такой вариант тоже нужно рассмотреть таким людям естественно совершенно необязательно раскрашивать свои книги но есть и колористы которые приобретают книги и хотят их раскрашивать и они как ни странно тоже сталкиваются с моментом боюсь испортить боюсь начать новую книжку боюсь начать новую иллюстрацию здесь надо разобраться боюсь чего боюсь почему если боюсь например по причине того что у меня руки не из того места растут да я боюсь именно испортить книжку своими слабыми навыками ну например то это естественно у нас идет в разряд неуверенности в себе если же страх стоит какой-то совсем неопределенный в плане как мне к ней подойти за что взяться какие материалы использовать то здесь вполне возможно страх связан не с неуверенностью в себе а возможно просто с нехваткой информации например информации о техниках различных или о том как ведут себя материалы как они поведут себя конкретно на этой бумаге то есть в данном случае чтобы избавиться от страха нужно просто овладеть недостающей информацией возможно почитать что-то может быть посмотреть обучающие видео на ю тубе может быть будет достаточно просто взять тестовую страницу в конце книги и попробовать на ней как поведут себя материалы предположим если в нашей ситуации колорист новичок то скорее всего его страхи связаны с тем что я не знаю что мне изобразить как мне раскрашивать то есть полная потерянность в вариантах в фантазии которые почему-то отключается до в данный момент вот вполне возможно что как раз новичку нужно посмотреть тот же инстаграм для вдохновения или видео на ю тубе мастер-классы совершенно различные как рисовать космос пузыри капли воды на листьях как добавлять объемы тени подобного рода мастер-классы именно для новичков как раз подстегнут фантазию и человек увидит что есть куча масса различных вариантов которые можно использовать в обычной раскраске на которую раньше он смотрел как на нечто плоское и однообразное если же у нас колорист уже не новичок а уже имеет какой-то более-менее опыт может быть даже опыт в рисовании и все равно он может столкнуться со страхом начать новое могу поделиться и своего опыта рассказать как я не боялась начинать новую книгу или новую иллюстрацию я первоначально когда покупала раскраски я их рассматривала именно как учебное пособие может рабочую тетрадь именно по развитию творческих каких-то способностей если вы вспомните то все вот эти самые известные большие раскраски например джоана басфорд или мили марота ханна карлсон они все назывались не раскраска книга для творчества и вот сама вот эта формулировка меня лично очень сильно направляла сразу же по пути такого отношения более взрослого что ли к этому хобби я понимала что это не книжечка чтобы занять ребенка чтобы он не мешал а что это действительно какой-то альбом для творчества в котором можно проявить свою фантазию да там заданы определенные рисунки уже пространство заполнено но если вспомнить ту же она басфорд она там заполнена частично там даст довольно много пространства для творчества и вот это вот все в совокупности у меня воспринималась именно как альбом для рисования но просто на конкретную тематику заданную уже мне автором раскраски таким образом я для себя сразу решила что я имею полное право закрашивать эти иллюстрации частично может быть заклеивать их как-то менять под себя то есть я эту раскраску адаптировала под себя они сама под нее подстраивалась возможно если вы тоже посмотрите на свои раскраски с этой позиции то может быть и у вас тоже пропадет всякий страх и вы решите что это не враг для вас а что это книжка друг которая вас будет развивать это действительно саморазвитие предположим что вы решили что вы будете книгу раскрашивать что вы купили не для коллекции никак карт-бук который будет в черно-белом варианте стоять у вас в шкафу и вы хотите ее раскрашивать но почему-то боитесь и из фразы боишься не делай делаешь не бойся вы выбираете все-таки вариант делаешь не бойся но сталкивайтесь таким моментом что не знаете с чего начать я искренне рекомендую вам взять ту книгу которую вы хотите раскрашивать и просто начать ее листать листать как можно дольше очень внимательно рассматривать в ней изображение вглядываясь в мелкие детали придираясь к тому что изобразил художник распутывать какие-то вот эти узоры именно разбираться в иллюстрации которые вы разглядываете если вы будете вот так внимательно сидеть и разглядывать книгу то рано или поздно какая-то иллюстрация вам будет нравиться больше чем остальные и как только в эту иллюстрацию узнаете как только вы на ней остановитесь не продолжайте поиски остановитесь действительно на ней и попробуйте прикинуть как вы ее будете раскрашивать рано или поздно такая иллюстрация у вас обязательно появится не в этой книге так в другой потому что чем дольше мы на что-то смотрим тем больше она нам начинает нравиться это закон психологии который работает с чем угодно к сожалению этот закон психологии работает даже со злом если на что-то нехорошее человек смотрит ну то есть не обязательно именно смотрит а просто получает информацию о чем-то то он уже более осведомленным становится по этой теме он как бы уже познакомился с этим и даже если это что-то плохое человек уже на это смотрит как на что-то знакомое и не так критично к этому настроен но вернемся к нашим раскраскам нас ведь интересуют именно раскраски лично меня этот метод всегда выручал с поиском какой-то иллюстрации когда я листаю книжки потому что бывает очень часто такое состояние у меня когда мне вроде бы хочется что-то пораскрашивать но совершенно нет никаких идей совершенно нет никаких предпочтений я не знаю какую мне книжку взять у меня бывает такое чаще всего почему-то летом и когда я беру просто первую попавшуюся книгу начну ее листать я постепенно понимаю нравится мне сейчас эта тематика или нет или мне хочется другую взять возможно я отвлекаюсь взглядом уже на полку с книгами и смотрю на какую-то другую я беру другую книгу также и и начинаю пролистывать и уже глаз за что-то цепляется всегда всегда находится эта иллюстрация которая сейчас подойдет под настроение другой вопрос если нет настроение раскрашивать но в такой ситуации я настоятельно рекомендую воздержаться от раскрашивания потому что это хобби это не принудиловка это не работа это то что должно нам доставлять удовольствие мы этим занимаемся ради удовольствия ради того чтобы словить кайф от процесса конечно от результата тоже но прежде всего от процесса поэтому если даже в процессе пролистывания книги у вас не возникло именно желание раскрашивать то отставьте эту книгу на полку и возможно займитесь чем-то другим книжку почитать погулять в общем если есть свободное время всегда найдется чем его занять ну принуждать себя раскрашивать например мне нужно выполнить план или что-то еще или я в марафоне участвую у меня у меня кровь из носа нужно марафону что-то сделать я от всей души не советую этого делать потому что удовольствие это вряд ли принесет бывают конечно исключительные случаи когда вроде как начинаешь раскрашивать без особенного какого-то энтузиазма и в процессе как говорится аппетит приходит во время еды да бывает такое что в процессе вроде как появляется уже и удовольствие идеи какие-то более развиваются но на это рассчитывать не приходится потому что это какой-то сиюминутный такой порыв это довольно непредсказуемая вещь и так вернемся к нашей иллюстрации которую мы выбрали чтобы раскрашивать вот мы пролистали книгу и за что-то у нас глаз зацепился да наверное надо взять эту картинку раскрашивать посмотрите на нее остановитесь на ней еще раз подробнее вы видите как вы ее хотите раскрасить вы видите цветовую палитру в которой вы ее хотите выполнить или может быть вы уже видите что вы нарисуете на фоне или возможно вы просто хотите сделать из нее так называемую отдыхалочку раскрасить плоско или однотонно или фломастерами или вообще просто не заморачиваясь повозить карандашом по бумаге это тоже вариант и тоже не плохой во всех этих случаях смело беритесь за раскрашивание но может и случиться другая ситуация когда вы выбрали себе картинку и вроде как сели за стол раскрашивать и вдруг вы понимаете что не знаете с чего начать в такой ситуации обычно практически все как один советуют начинать с того предмета на картинке которую вы точно знаете как вы раскрасите например вы видите цветки и понимаете что это цветы сирени и вы понимаете что вы их раскрасить и сиреневым цветом так и начинайте с них обычно дают такой совет или грубо говоря елка у вас нарисована вы понимаете что ее раскрасить и зеленым цветом насыщенном и вот вы начинаете это выполнять обычно говорят в таких ситуациях что по ходу вы поймете как раскрашивать все остальное На самом деле совет может быть этот и неплохой, но он далеко не со всеми работает, потому что таким образом вы общий масштабный процесс творчества дробите на какую-то последовательность действий, вы ее делаете линейной. А как раз рисование или раскрашивание, они представляют собой обычно комплексную работу с целым листом бумаги, и обычно художник видит картину целиком, даже в процессе ее создания, все равно он работает со всеми частями общего пространства. Поэтому если вы что-то упускаете из виду, что-то специально заглушаете в своем поле зрения, то это не есть хорошо, потом вы можете столкнуться с тем, что вот вы уже какие-то элементы раскрасили этим цветом, а теперь вы додумались, что будете другой элемент раскрашивать другим цветом, и понимаете, что они не очень-то сочетаются. Конечно, я сейчас говорю о сюжетных картинках, вряд ли такая проблема возникнет с раскрашиванием паттернов или узоров повторяющихся, но тем не менее об этом следует сказать. Просто очень часто это приводит к разочарованию от работы, вы понимаете, что вы вроде как боялись, но начали, начали, делаете, и что-то идет не так, вам что-то не нравится, и вот это чувство, оно тяготит. А тяготить оно не должно, повторюсь, потому что это хобби, которое должно приносить нам удовольствие. Итак, чтобы такого не возникало, опять-таки, настоятельно рекомендую смотреть сначала на свою будущую работу, на нераскрашенную иллюстрацию, смотреть и пытаться увидеть ее, пытаться увидеть, что вы хотите здесь изобразить, пытаться увидеть цветовые сочетания. Может быть, вам захочется здесь сделать вечер или зиму, или солнечное утро. Может быть, вам захочется добавить на дальний план море или сосновый бор. Все это нужно сначала вообразить. Если вам сейчас кажется, что вот такое обсуждение излишне надуманное или, может быть, преувеличенное, поспешу вас немедленно отговорить от этих мыслей, потому что нужно попробовать это сделать. Порой даже на этапе представления себе будущей работы уже начинает человек ловить вдохновение, получать его. Когда вы смотрите на эту будущую картинку, которая еще черно-белая, и начинаете потихонечку улыбаться, потому что вы уже кайфуете от того, что вы что-то придумали. Да, вы еще это не воплотили, но у вас уже появилась идея, и вот этот момент, когда идея появилась, сродни какому-то открытию, этот момент, он тоже очень сильно заряжает положительными эмоциями человека и действительно доставляет удовольствие. Помимо того, что в этот момент человек перестает бояться свою будущую работу, он еще и позитивно заряжается на весь предстоящий творческий процесс. Конечно, бывает и так, что напрочь не видишь будущую работу. Так бывает, и зависеть это может тоже от разных моментов, вплоть до физического состояния человека. В таком случае просто порекомендую рассматривать иллюстрацию долго и упорно. Надоест, закрыли книгу, отложили. Возможно, к вам придет это видение завтра, может быть через неделю, может быть через год. Когда-нибудь оно придет обязательно, и в тот самый момент вам действительно захочется эту иллюстрацию раскрасить. Как раз если у вас неподходящее эмоциональное состояние, в таких случаях лучше не искать вдохновения в социальных сетях, это точно. В такие моменты велика вероятность, что раскрашенные работы других колористов вас не зарядят вдохновением, а как раз начнут угнетать. Поэтому самый лучший способ разобраться в том, следует ли действительно браться за раскрашивание этой картинки или отложить книгу, выглядит так. Поставьте перед собой эту картинку, которую хотите раскрашивать, например, на подставку для книг. И положите на стол чистый лист бумаги, просто лист формата А4, офисной бумаги. И возьмите материалы, которыми хотите раскрашивать эту картинку. Попробуйте набросать цветовую схему этой картинки. Просто на чистом листе бумаги прикиньте, как будут смешиваться цвета, подберите подходящие оттенки. Пусть это будет тренировочный лист. Возьмите неожиданный для себя материал, например, добавьте к карандашам акварель или гуашь. Посмотрите, как будет краска смешиваться, как между собой, так и с другими материалами. Посмотрите, как можно это использовать на фоне. Пока вы будете тренироваться на этом чистом листе бумаги, вам вполне вероятно, что придут идеи по созданию этой работы. Обычно такой тренировочной палитры хватает для того, чтобы понять, как будет выглядеть работа и приступить непосредственно к ее выполнению. Еще помимо страха перед началом новой раскраски или новой работы, бывает страх перед использованием необычных новых или непривычных материалов для раскрашивания. Это могут быть как какие-то конкретные карандаши или фломастеры, так и краски, так и какие-то мелки, чернила и вообще все, что угодно, что нам может прийти в голову. Очень часто люди боятся, например, акварели, потому что она слабо поддается контролю, она вся такая дикая, непредсказуемая и непонятно, как она будет выглядеть после высыхания. С одной стороны, в таких случаях нужно, как я уже говорила, набраться нужной информации дополнительной, почитать, посмотреть, поискать, либо же просто взять этот самый материал, который вы побаиваетесь, и начать им пользоваться на, опять-таки, пустом листе бумаги. Не на раскраске, не на работе, которую вы хотите им раскрасить, а именно на обычном листе бумаги. Тренируйтесь, смешивайте цвета, смотрите, как краска перетекает одна в другую, как высыпается в грануляцию, в осадок, или какие необычные цвета получаются от смешивания привычных нам каких-то цветов. Добавьте к этому материалу другой материал, карандаши, фломастеры и так далее. Если это не краска, а те же фломастеры, попробуйте их размыть, попробуйте новые какие-то лайфхаки, которые вы можете увидеть на ютубе. В конце концов пробейте этот материал с запросом типа «Акварель в раскрасках» или «Цветные карандаши в раскрасках антистресс». Вы обязательно найдете видео как с обзорами, так и с какими-то мастер-классами или просто опытом применения этих материалов в раскрасках. У художников есть отдельные скетчбуки для тренировочных зарисовок, у писателей есть куча разных блокнотов, где они пишут свои заметки, свои мысли. У нас колористов, я считаю, тоже должно быть что-то на эту тему, например, раскраска, которую нам не жалко. Или раскраска, которая нам разонравилась, мы ее когда-то купили, она нам больше не нравится, не знаем, куда ее деть. Взять эту раскраску и использовать в качестве тренировочного полигона для испытаний. Изучать на ней, как ведут себя материалы, как смешиваются цвета. В общем, все то же самое, о чем я говорила применительно к чистому листу бумаги, то же самое можно делать в какой-то конкретной раскраске. Причем брать эту раскраску можно не именно перед тем, как вы решили сесть за какую-то супер работу, а просто эта раскраска может у вас валяться где-нибудь под рукой в любой момент времени, когда вы можете ее взять в руки. И, грубо говоря, пока вы разговариваете по телефону, что-то там в ней поштриховать, причем разными цветами. Должен быть где-то в близком доступе какой-нибудь простой набор цветных карандашей небольшой, который вы можете взять в любой момент и просто ради релакса посмешивать цвета. Этот момент будет держать в тонусе ваши навыки, если можно так выразиться, а также будет на постоянной основе подогревать вашу мотивацию. Когда что-то мелкое такое вот штрихуешь, раскрашиваешь, все время хочется взяться за какую-то более серьезную работу. По крайней мере, у меня это точно так работает. А получается, что в этом видео я делюсь с вами в основном своими какими-то наблюдениями, такими бесплатными советами. Помимо того, что такой прием просто настраивает вас на раскрашивание и как бы все время напоминает, что можно взять и пораскрашивать, отдохнуть, провести приятное время. Помимо всего этого, еще это очень хороший способ размять кисть, снять с руки лишнее напряжение, подготовить ее к рисованию. Сами художники очень часто пользуются метом дудлинга для этих же самых целей, для того, чтобы размять кисть и снять лишнее напряжение. Художникам важно, чтобы движения руки были максимально контролируемы, чтобы можно было совершать штрихи разных направлений, разной длины и разного нажима. И в принципе для нас, колористов, это тоже очень актуальные навыки, которые нам также пригодятся. Поэтому либо раскраска для испытаний, либо какой-то тренировочный блокнотик, скетчбук для почеркушек, что-то такое у нас тоже должно быть в близком доступе вместе с небольшим набором карандашиков. Помимо карандашиков, я рекомендую в обязательном порядке, время от времени, такой же фигней заниматься с акварелью. Почему говорю фигня? Потому что это лист бумажки будет, который вы 100% выбросите после этих почеркушек. Выделите просто 10 минут, не больше, для того, чтобы на листе А4 просто положить кисточкой, пробовать разные цвета. Опять-таки повторюсь, посмотреть, как смешиваются цвета. Причем брать их надо от балды совершенно. Просто проверить, а что будет, если взять вот этот цвет, а коричневый, а синий, а сиреневый. А что получится? А если добавить туда ауреалин, то каким станет тогда розовый? За таким совершенно бесформенным рисованием акварелью вы, во-первых, никому ничего не обязаны. У вас на выходе не получится никакая иллюстрация. И вы точно уверены, что вы этот лист выбросите. Поэтому вы будете совершенно расслаблены и не будете ни о чем переживать. Но зато в процессе очень велика вероятность, что вы внезапно для себя откроете какие-то очень красивые цветовые сочетания. И для таких моментов я рекомендую вам не сразу выбрать лист бумаги, а дождаться, когда он высохнет. Потому что если вы видите, что на листе где-то там в углу оказалось довольно красивое цветовое сочетание, возьмите просто ножницами, отрежьте этот угол, подпишите название красок, которые вы там смешали, и оставьте себе этот кусочек бумажки. Потом в раскраске вы с удовольствием примените вот это цветовое сочетание, смешивание этих цветов. Пусть на фоне, пусть не на фоне, а на каком-то объекте. Вы будете очень довольны просто от осознания, что вы сами до этого дошли, что вы сами открыли для себя вот такое красивое сочетание цвета. Это также принесет вам большое удовольствие. Помимо цветовых сочетаний, пробуйте лить воду, брызгать из пульверизатора, сыпать соль, капать спирт, размазывать гель с блестками. Это все вас приведет к каким-то открытиям рано или поздно обязательно. В конце концов, даже если никаких открытий не случится, вы просто получите удовольствие от самого процесса, потому что это тоже действительно очень сильный антистресс. Это расслабляет, это успокаивает. Вы за этим процессом можете даже о чем-то подумать, до чего-то даже додуматься. Можно войти в состояние потока. А штука эта очень приятная и довольно интересная. Это не просто слова из каких-то книжек или модных программ по саморазвитию. Это действительно очень классное состояние. Люди творческие сейчас, я думаю, со мной согласятся. Еще, правда, существует одна такая нестыковка, которую, я считаю, тоже нужно озвучить. Бывает, опять-таки, страх начать, боязнь испортить, и при этом жуткая необходимость начать. Например, для очень многих колористов выступает на первый план именно необходимость начать новую раскраску. Чтобы, например, в каждой раскраске было раскрашено хотя бы по одной иллюстрации. Это по разным причинам возникает у людей. Возможно, для кого-то это будет очень сильным оправданием того, что книжка не просто так стоит на полке. Для кого-то это обязательный к выполнению план, который человек не может нарушить. Это тоже нормально. Все мы разные. У нас у всех свои какие-то интересы, приоритеты. И людей с акцентом на этой теме довольно много. Так вот, в такой ситуации очень часто случается нестыковка. Мне нужно начать иллюстрацию, но при этом я боюсь ее испортить. Но мне нужно ее начать. И вот в этот момент человек должен как раз, опять-таки, взвесить свои приоритеты. Что важнее, начать просто выполнить работу лишь бы как-нибудь? Или все-таки выполнить ее именно так, чтобы она приносила удовольствие? Да, заранее невозможно спрогнозировать, удачная получится работа или неудачная. Потому что это творчество, его невозможно спланировать наверняка. Бывает, ты раскрашиваешь работу и все здорово-здорово, но она тебя не устраивает в конце. Тебе может весь интернет сказать, что все шикарно. У тебя работа просто, Мигеланджело отдыхает, а тебе не нравится. Она тебе не то, чтобы удовольствие тебе не принесла. Она просто тебя разочаровала. Так бывает. Опять же, повторюсь, это тоже опыт. Так вот, в таком случае, когда нужно начать, когда это приоритет, что ты должен начать, в таком случае нужно тогда немножечко потушить свои ожидания, приглушить их. Не сильно требовать от себя, что все должно быть идеально. Ты начнешь эту раскраску, ты выполнишь вот этот свой пунктик. Может быть, не удастся тебе выполнить все идеально. Может быть, вся работа будет не шикарной в конце. Но зато ты должен понимать, что ты выполнил пункт по начинанию новой книги. И на секундочку, это не самооправдание, а это именно момент разъяснения самому себе, чего ты хочешь и что ты делаешь. Просто не все люди могут сформулировать четко свои хотелки и свои действия под это скоординировать. Но это важный момент, не должно быть вот этой разбалансировки у человека. Потому что в такие моменты как раз и случается вот это вот сомнение, чем я занимаюсь, правильно ли я делаю, зачем вообще я все это делаю. То есть человек не должен сам себя упрекать или как-то расстраивать. Получается, что в ситуации, если кровь из носа надо начать новую книгу, получается, что страх испортить раскраску, он сам по себе должен априори отпасть. То есть его не должно быть в принципе по определению. Если же этот страх сохраняется, если он присутствует, то тут опять-таки возникает ситуация, что я хочу и то, и другое, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, как говорится. Но если все-таки очень хочется поймать, тогда надо просто стараться. Главное не загонять себя в какой-то угол и не начать себя чморить. Почаще вспоминать, что это хобби, что это все ради удовольствия. Это важный момент. Еще нужно добавить вот такой момент. Я все это время говорю о том, как перешагнуть через страх, боязнь испортить. Но хочу сейчас добавить, что в какой-то момент страх нужно обратно впустить в процессе работы. Вот с какой стороны. В какой-то момент, и как правило это уже под конец работы, когда уже большая часть выполнена и какие-то только акценты расставляются в самом конце, очень часто возникает сомнение, не переборщу ли я. И вот этот вот страх как раз от себя гнать не надо, потому что вот эта проблема переборщить, это одна из самых таких жестоких проблем художников. Нужно вовремя уметь остановиться. Как только появилось сомнение, что сейчас я что-то переделаю, перемудрю, сразу же надо останавливаться. Лучший враг хорошего. Как только вы осознаете, что ваша работа вам нравится, тут же надо заметить это и постараться сохранить ее именно в таком виде. Даже если она получается недокрашенной, но вам уже нравится, дальше надо продолжать ее раскрашивать так, чтобы не затмить основной образ, который вы сделали, чтобы не заглушить основную ту работу, которую вы уже проделали. Конечно, это осознание придет с опытом, но просто учитывать это и держать в памяти нужно. Лучший враг хорошего. Засомневался? Остановись. Итак, теперь я попытаюсь подытожить все, что я наговорила до этого в более короткой форме. Если вы боитесь испортить новую раскраску, но при этом хотите ее раскрашивать, берите книгу, листайте ее, листайте до тех пор, пока вам не захочется какую-то иллюстрацию раскрасить. Рассматривайте как можно дольше, изучайте иллюстрации, рано или поздно какая-то вам понравится. Если вы боитесь испортить какую-то уже конкретную иллюстрацию, то поставьте ее перед глазами на подставку, положите перед собой лист бумаги и на нем, на белом листе бумаги, просто пробуйте подбирать различные цветовые сочетания. Подберите цветовую палитру, в которой вы хотели бы видеть свою будущую работу. Прикиньте, какие цвета подходят именно для этой иллюстрации. Если вы боитесь какой-то конкретный материал, то просто тренируйтесь как можно чаще его использовать, опять-таки, на обычном листе бумаги. Изучайте его как можно больше, пробуйте смешивать цвета, добывайте о нем информацию, смотрите видео на ютубе. В этой ситуации вам просто не хватает информации. Если вы боитесь переборщить в процессе работы, то нужно прислушаться к своему страху, лучший враг хорошего. Если при раскрашивании конечный результат вас все-таки не устраивает, не удовлетворяет получившаяся работа, то не расстраивайтесь. Это опыт, пусть это негативный опыт, но тоже опыт. Во-первых, ваша субъективная оценка может отличаться от видения этой картинки другими людьми. А во-вторых, эта картинка вас чему-то да научила. Попробуйте проанализировать все, что вам не понравилось в этой работе. Попробуйте сформулировать и, возможно, даже где-то себе записать, ну или хотя бы просто запомнить. Все, что вы вынесли из этой работы, в будущем вы либо не повторите, либо будете знать, как обойти эти проблемы. Если вам кровь из носа, надо начать новую книгу и вы боитесь ее испортить, то здесь взвешивайте свои приоритеты, расставляйте их правильно. Если для вас важнее начать книгу, начинайте. Получите удовлетворение от того, что вы начали ее и от того, что вы выполнили какую-то работу. Это тоже очень важный момент. Если вы так устроены, значит вам надо это делать. В конце концов, мы раскрашиваем для антистресса и расслабление. И вполне возможно, что многих людей расслабляет не картинка, не художественная составляющая, а именно организационная составляющая. То есть ведение трекеров, заполнение книг, раскрашивание до конца, готовые работы. Это все тоже приносит людям удовлетворение. Другое, но тоже удовольствие. Я очень надеюсь, что все, что я сегодня вам рассказала, вам понравилось и принесет, может быть, пользу. Очень надеюсь, что кого-то мне удастся вдохновить этим видео. Не бойтесь раскрашивать. Это наше хобби. Это то, что нам нравится. Это то, что мы делаем для удовольствия. И в удовольствие. Пусть это приносит вам кайф. И предлагаю всем, кто посмотрел это видео и решил что-то нарисовать, что-то начать, может быть, начать новую раскраску, может быть, выполнить работу именно после этого видео. Я вам предлагаю опубликовать вашу работу, даже если она не закончена. Просто опубликовать, что вы ее хотя бы начали в соцсетях, в ВКонтакте, в Инстаграме с хэштегом «Боюсь испортить». По этому хэштегу мы сможем смотреть, у кого какие успехи, кто на что решился. И я думаю, что это друг друга все-таки вдохновит на новые начинания, на продолжение развиваться в нашем хобби. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете на эту тему. Возможно, у вас есть какие-то мысли, которые я сегодня не озвучила. Может быть, это будут неожиданные мысли или какие-то новые идеи. Мне это тоже очень интересно, поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также напоминаю, что по ссылке в описании вы можете посмотреть аналогичное видео Дитера Хайцунга с его размышлениями на эту тему. Я думаю, что это видео будет очень интересным и вам понравится. Так что не бойтесь ничего портить. Вы это купили, это ваша собственность. Вы никому ничего не обязаны. Вы делаете это для собственного удовольствия. И получайте от этого удовольствие. Я искренне желаю вам словить кайф от процесса раскрашивания, чтобы все было только в удовольствии. Спасибо вам всем большое за просмотр. Желаю вам вдохновения, удовольствия от творчества. И надеюсь, до скорых встреч на канале. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»